Опять это журналистские фразы. Грядет снижение темпов роста, и проблем никакого краха нет пока, пока цены высокие на нет, но правда состоит в том, и об этом, правда, Кудрин еще хорошо говорил в Сочи, и в своем интервью я его слушал, что весь наш рост зависит от цены на нефть. У нас было 7%, когда цена на нефть была очень высокая. Сейчас, правда, цена меньше, но у нас уже теперь 3%. Поэтому это не проблема краха, это проблема жизни подобной экономики, которая держится в основном, ну так это же тоже вот это, крах, крах. Мои дорогие, вы получили после распада СССР абсолютно неэффективную промышленность, вы получили самолеты, которые при всем при этом у нас берут, как вы знаете, керосина в два раза больше, наши станки берут металла в четыре раза больше. Вы расплачиваете за советский эксперимент. Была огромная страна, было огромное, все было неэффективно, оно распалось. И поэтому стоит громадная историческая задача заново создать, вот что такое диферсификация, чего не понимают абсолютно, по-моему, те либералы, и даже, по-моему, Кудрин это не понимает, я уже сегодня убедился, что тоже много не понимает. Это же громадная историческая задача, диферсификация. В стране вдруг заново создать производство, современные, адекватные тем, станки, которые могут конкурировать с немецкими станками, самолеты, которые могут конкурировать с Боингом, но здесь у нас хотя бы военка. Надо объективно звонить, никакого краха нет, просто правда о нашей экономике, что мы получили после распада СССР, станет ясна. Пока вот эту правду скрывал тот факт, что мы имели цены на нефть и могли кормить людей вот за счет высоких цен на нефть.